Несколько сообщений пришло из Молдавии, которая куда-то движется. Куда, хочу вас спросить, в каком направлении, либо в светлое румыно-европейское будущее, либо по тому направлению, по которому сейчас скатывается Украина. Так, правительство Молдавии планирует в ближайшее время обратиться в парламент для денонсации множества соглашений с СНГ. И сегодня же парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о работе телекомпании «Мир» на территории страны. Накануне несколько заявлений громких сделал премьер-министр Молдовы. Он сказал, что у нас есть список россиян, которым запрещен въезд в страну. Ну и если, к примеру, да, соберется Владимир Владимирович Путин посетить Молдову, то его не пустят, сказал Дорин Речин. Вот, было также несколько заявлений странных по поводу запрета на ношение георгиевских лент. В День Победы тот же премьер сказал, что мы будем штрафовать всех, кто наденет георгиевскую ленту. На что уже отреагировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Дмитрий Анатольевич сказал, что запрет на посещение Молдавии официальными лицами России. Ну, туда никто не собирается ехать, а страны такой больше и нет. Вот нет больше Молдовы. Действительно, куда-то вот движется, стремительно скатывается Молдавская Советская Социалистическая Республика. Там прославляют и союзников Гитлера. Недавно открыли с воинскими почестями очередное кладбище румынских героев, которые были замешаны и в расправах против молдавского населения, и против советских солдат. И, в общем, все по кальке украинского киевского режима. Ну, тут такая штука, понимаете, так если говорить, куда движется Молдавия. Ну, как она движется к отказу от независимости и стопроцентной руманизации. Для нас в этой истории очень важна ситуация с Приднестровьем, но решить ее можно только одним способом. Захватить Одессу и отрезать Украину от Черного моря, соединившись с Приднестровьем. Все, других способов никаких нет. Все остальное, как бы, это выдумки, по большому счету. Пока мы этого не делаем, да, на сегодня это самое, то будет продолжаться вот эта самая тенденция, которая в Молдавии, собственно говоря, и есть. А тенденция, это простое нынешнее руководство этой страны взяло курс на полный отказ от государственной самостоятельности. Ну, что, кстати говоря, отчасти подтверждает мою мысль о том, что все вот эти вот постсоветские государственности, они очень выдуманные. Ведь, на самом деле, если они готовы отказаться от того, что им история дала возможность строить собственное государство, то, значит, оно им и не нужно. Вот, собственно, и все, да. Вот такие вот дела. То есть, тут все очень понятно. Что касается СНГ, то в ситуации блокады, транспортной блокады со стороны Украины, реализация вообще этих соглашений, она очень проблематичная. Она очень проблематичная, поэтому я думаю, что все соглашения в рамках СНГ, они, в общем, умирают потихоньку, ничего с этими сделаешь. И, в общем-то, в этом смысле судьба СНГ, она такая тоже символическая. Да, СНГ был создан не для объединения, а для легализации развала большой страны. Вот, поэтому, имея вот такую вот родовую травму, так сказать, если хотите, да, он был, мне кажется, обречен вообще на гибель, рано или поздно. Конечно, до какого-то момента имело смысл все эти вещи поддерживать. И, в общем, да, там были и полезные для нас форматы, что называется, но на перспективу все то, что не имеет внутри себя идеи объединения, идеи совместного, так сказать, какого-то, значит, движения вперед, оно обречено на смерть. А СНГ придумали как способ обмана бывших граждан большой страны, которым сказали, что, ну, да, был вот Советский Союз, а теперь вот будет СНГ. Ничего страшного в этом нет. Вспомните, да, вот сейчас как раз тоже вспоминают эти выступления, тексты, кадры украинских политиков сразу после распада Советского Союза. Это тот же самый Кравчук, да, который последний коммунистический и советский руководитель Украины говорил, да, ну что, ну, все будет нормально, ну, да, ну, теперь будет СНГ. Да, все будет точно так же, да, так же мы будем это самое дружить, там, ездить и прочее, прочее. Уже тогда это была ложь, вот, и СНГ как структура, которая должна была обманывать достаточно долго, ну, она, вот на мой личный взгляд, она была обречена на провал. В ней просто нет внутреннего потенциала, не было интеграционного потенциала. То есть теоретически изначально там много чего закладывалось, да, но фактически получилось так, что там, значит, каждый там выбрал из этого, так сказать, набора то, что ему больше нравится. Вот пользовался этим, насколько хотел или мог, ну, а потом, так сказать, да, да, и при этом отказывался от любого другого там движения навстречу. Собственно, с Украиной была та же самая совершенно история, они же так и не ратифицировали. Больше всех говорили о том, что СНГ это неплохо, лишь бы Советский Союз развалился, а в итоге этот украинский парламент, Верховный Рад, так и не ратифицировал же все эти соглашения. И, по сути, вот все эти годы тоже Украина к вопросу о этической стороне, как бы их политиков, они пользовались всем тем, чем хотели пользоваться в рамках СНГ, но формально вроде как они в СНГ и не находились. Вот тоже такая хитрая, да, хитрая, так сказать, хохлятская придумка. Да, типа я как бы здесь, а как бы и не здесь, вот типа я с вами и не с вами. Когда надо мне что-то, я с вами, когда вам что-то надо от меня, так сказать, да, никакие мы не друзья и не братья и так далее. Вот это тоже в том числе вот такая позиция, между прочим, она постепенно и привела, постепенно и привела к этому самому, к разрыву там, да, конфликту и всему остальному. С Молдавией, да, ситуация такая, что да, они движутся к потере самостоятельности, но на самом деле, в общем и целом, для них это будет означать только одну деградацию, потому что там условное присоединение к Румынии не даст никакого положительного эффекта для молдавской экономики, вот, потому что ничто не заменит связи с Россией и, скорее всего, там, в составе Румынии и без того бедной, беспорточной Румынии, вот, потому что Румыния бедная страна, очень бедная страна, да. Беднее Румыния в Европе, наверное, только Албания, вот. Но я думаю, Болгары тоже не богаты. Да, Болгары не богаты, но Румыния еще беднее Болгар, вот, я слышал так, да, по крайней мере, там, ну, там по разным, по разным, по разным, по разным немножко, но, в общем, в целом, вот, а Молдавия будет бедным родственником в составе бедной Румынии, вот так с ней будет, да, вот, потому что в этой ситуации вообще никакого выхода у нее никуда не будет, вот, да, в Бухаресте, как бы, наверное, будут рады, вот, но молдаване смогут распрощаться, и со своей идентичностью, и со своими деньгами, и со своими перспективами, и вообще со всем, абсолютно, вот, что хоть как-то напоминало о том, что вот есть такие вот, значит, молдаване. Вот, там есть две проблемы еще, говорю, да, Приднестровье, вот, ну, даже три проблемы небольшие, Приднестровье, Гагаузы, вот, Гагаузская автономия, я думаю, что румыны сожрут, конечно, Гагаузскую автономию, при первой же возможности, да. Ну, и вот, действительно, часть общества, которое, там, которое, вот, пытался олицетворять, стремление, которое пытался олицетворять бывший президент Дадон, вот, но, вот, пока, пока им не удается, вот, все вместе, там, делать хоть что-нибудь, что могло бы этот вектор приостановить. Вот, и вроде бы даже, там, такая уже речь идет, даже не о дружбе, там, с Россией, так сказать, да, или, там, не с Россией, а о том, что вообще сохранится как государство, вот, но вот этот вектор нынешнего, так сказать, правительства в Кишиня, этот вектор жестко очень продавливает, вот, все они имеют румынские паспорта уже давным-давно, вот, находясь во главе, вроде как, независимого государства. Ну, и, действительно, в этом смысле Медведев прав, что в Молдавии независимого государства нету, но, я должен сказать, что и многих других постсоветских государств, независимых тоже, на самом деле, не существует, нефига было их организовывать, да, вот, и потом делать вид 30 лет, что они независимые, вот, и самим рассказывать себе, и им об этом говорить, как мы уважаем вашу независимость, да, вот, но это, опять, это все дела уже минувших дней, да, и с этим, с этим уже, так сказать, поздно, поздно здесь пить боржоми. О делах и минувших, и будущих, и настоящих говорила новый посол США в России Лин Трейси, она дала первое с момента приезда в Москву интервью газете «Коммерсант», обиделась на термин «англосаксы», который упоминается в том числе в обновленной концепции внешней политики России. Трейси сказала, что «англосаксы» — это странный и даже средневековый термин, не удивлюсь, если скоро услышу про варягов, сказала Лин Трейси. И вообще, говоря об американо-российских отношениях, она, да, признала сейчас на самой низшей точке, но мы готовы по разным аспектам общаться, договариваться, в том числе и по ДСНВ. Что касается межнациональных отношений, то Трейси подчеркнула, особо подчеркнула, так говорится в статье, что США не рассматривают россиян как врагов. Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. Мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России. На что ответил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова по поводу того, что у США, правительства США нет разногласий с народом России. Захарова напомнила, что народ России убивают по наводке США, на деньги США, на оружие США, руками режима, приведенного к власти США в результате госпереворота срежиссированного США. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале. Ну, в общем, тональность, было сложно какую-то новую тональность ждать, да, иную от нового американского посла. Это все тоже самомнение, вот эта кичливость сверхпревосходством американской нации над всеми остальными. Но странно ее обида на англосаксов, ну, достаточно популярное выражение. Ну, во-первых, конечно, еще раз мы видим, как американские политики могут врать и как бы не краснеть, и совершенно не видеть никаких берегов. Потому что разговоры о том, что Америка не хочет ничего плохого россиянам, Америка не отменяет Россию, но это расходится, например, с заявлениями многих других более высокопоставленных американских политиков. У себя в стране они откровенно говорят, да, и делают все то, чтобы отменить Россию, отменить русскую культуру, отменить, значит, нашу историю. И на самом деле говорят совершенно прямо, что их цель нанести поражение России. А можно разве нанести стратегическое поражение России, не причинив вреда россиянам? Ну, видимо, нет. И об этом говорит Байден, в конце концов, президент, то есть прямой начальник этой самой послицы. Об этом говорят другие эти самые американские политики. Поэтому, видите, а здесь вот ей выгодно сказать вот так. Ну, врет как дышит, что, собственно говоря, для американцев обычное дело. Врать постоянно, как бы, лишь бы достичь какого-то результата, причем всем, там, да, в Киеве они говорят одно, там, в Москве другое, значит, в Берлине третье, там, в Пекине четвертое и так далее. Лишь бы, это самое, лишь бы половчее обмануть, там, и получить какие-то свои дивиденды. Вообще, я не знаю, зачем вообще у нее берут интервью и печатают в российской прессе. Запереть ее нафиг в этом посольстве и пусть сидит оттуда не выходя. Там же есть все, там, канализация, там, умывальники, вот, значит, еда через окошко передавать туда. Да, и пусть они там живут. В конце концов, они у нас, вон, конфисковали кучу собственности в Штатах. И уже вообще про это уже никто не вспоминает. Я бы их выселил нафиг из этого посольства, там, да, нашел бы им домик где-нибудь, какой-нибудь, это самое, бывший какой-нибудь разрушенный пионерский лагерь в Московской области, вон, там, дофига таких. В Донецке можно открыть. В Донецке, да, можно открыть. Пусть едут туда. Не хотят, пусть валят вообще отсюда. Нафиг, потому что вот мне все эти разговоры, честно говоря, про то, что вот мы как-нибудь еще сможем там это восстановить отношения, не знаю, я не вижу для этого пока ни этих самых, ни причин, ни доводов. Да, и вообще вот Захарова довольно жестко высказалась, да, по поводу Штатов, но, с другой стороны, хочется сказать, ну, а зачем мы тогда до сих пор, как бы, да, например, торгуем со Штатами, зачем мы, так сказать, ведем какие-то программы вместе с ними в космосе, для чего все это? Это порождает тоже какую-то, знаете, двойственность восприятия и такое, как бы, подозрение в неискренности. Вот как по мне, вот как по жизни, да, вот или так, или сяк, вот или, или, или так, или, как бы, да, никак. Так вот, зачем, я понимаю, что, возможно, самые разного рода многоуровневые, как бы, интриги, игры и дипломатия, но, тем не менее, в какой-то момент, как бы, да, любая подобная, как бы, да, игра, она доходит до своего предела, и дальше ее не имеет смысла вести, или не имеет смысла вести, там, на, как бы, каком-то временном отрезке. Потом, может быть, когда-нибудь, когда сменятся, там, персонали, или еще что-то, изменить условия, а сейчас, вот, зачем ей предоставлять вот этой, вот, американской послице какую-то трибуну, да, вот, зачем, как бы, хоть она вообще ничего умного не сказала, но, тем не менее, да, и зачем с ними вообще какие-то поддерживать после всего того, что, вот, тоже Захару сказал, они, вот, там, стреляют в наших солдат, убивают, ну, давайте, как бы, да, порвем с ними все отношения, да, и все. Или, по крайней мере, скажем, что на время мы их замораживаем полностью, чего вы этого не сделаете? Это было бы правильно, вот, и, тем более, как бы, да, предоставлять враждебным государствам возможность, там, покупать российские ресурсы, зачем, для чего, там, не очень понятно, потому что деньги нужны. Да-да, значит, они будут знать, эти американцы, что вы за деньги все это продаете, но раз вы за деньги продаете и это, может, вы за деньги Родину продадите, кто знает, так сказать, да, то есть, я думаю, что здесь надо как-то это самое, все-таки более принципиально к этому относиться, хотя понятно, что, значит, то, что сказал Захарова, как бы, да, абсолютно, абсолютная правда, это абсолютно верно, как бы, да, И это точно отражает ситуацию. Что касается, опять же, последствий насчет того, что англосаксы, это какой-то устаревший термин. А что он устаревший, я что-то не понял. Не знаю, ей не понравилось. Средневековье, им говорят. Средневековье, это то, что американцы устанавливают в этом мире. Американцы устанавливают абсолютно средневековую систему, как бы, до собственного лидерства. Они сюзерены, так сказать, да, а все остальные должны быть их вассалами. Вот сейчас мы видим, как американский феодал вместе со своими, так сказать, шестерками, вассалами, вполне себе в феодальном стиле, попирая все абсолютно, как бы, да, нормы морали, права, там, религиозной веры, вот, ведет руками, так сказать, еще, вассалов еще более низкого уровня войну за свои, за свое право всем диктовать то, как жить, так сказать, что думать, куда идти, куда смотреть и так далее. Вот это и есть феодализм. Вот это феодализм, на самом деле, да. Вот это и есть то, как американцы управляют миром. А что касается термина англосаксы, это вполне себе корректный термин, вот, который, между прочим, используется и в Великобритании, и в исторических исследованиях, как бы, и в политической риторике, вот, и в Америке. Но вообще, если не нравится, можно называть их странами-трансгендерами. Я думаю, это будет нормально. Скоро так и будет. Скоро так и будет, потому что, вот, согласно последним исследованиям, каждый четвертый старшеклассник в США идентифицирует себя как гомосексуалиста или в настоящее время сомневается в своей сексуальной ориентации. О, видите, когда я, например, где-нибудь по телевизору говорю, что все западники педерасты, как бы, да, на меня вот как-то косо смотрят. Они сами говорят, что они все гомосеки. Не, ну, пока там четверть. Ну, четверть, елки-палки, четверть, как бы, да, это же очень много. Это каждый четвертый, вот, да, но это же какой-то, какой-то ад, можно сказать, да, на земле. Вот, поэтому педерасты они и есть, елки-палки. Вот давайте, если Лин Трейси не нравится, что мы называем англсаксами, давайте назовем государство педераст, например, Соединенные Штаты Америки, да, или, а также их младший партнер Великобритания. В каком качестве она выступает партнером? Ну, не трудно догадаться в это самое, в стиле современной, там, этой самой толерантности к трансгендерам. Вот так вот, да. Ну, а как еще хотят? Ну, а к вопросу о выносе мозга, между прочим, да, представляете, насколько агрессивной является пропаганда всей этой гадости, что каждый четвертый школьник, так сказать, да, молодой человек, там, или, так сказать, молодая девушка, уже говорят вот о себе вот так вот, да. Это же дико само по себе, дико само по себе. Да, в перспективе это путь к вымиранию, в перспективе это путь к смерти, на самом деле, чего, собственно, любая страсть, как бы, добивается, да, любая, как бы, такая дьявольская страсть, она в итоге человека убивает. Сначала мучает его, так сказать, да, рвет на куски, а потом убивает его, да. Вот и все. Доведенное, если ее доводить, до упора. Вот. Но на это понадобится какое-то время. Какое-то время, да. Ну, в общем, в целом, конечно, все лишает жизненной энергии. В Австралии, которую тоже, наверное, можно признать англо-саксонским государством, там люди уже возмущаются против проведения, насаждения вот этих всех трансгендерных историй и так далее. В Мельбурне люди, значит, заблокировали библиотеку, где проводился час истории трансгендеров для детей от года до шести лет, то есть для совсем маленьких. Видимо, это был какой-то цикл был, и, значит, протестующие вышли с плакатами и к городскому совету и к этой библиотеке, били по стеклянным дверям, кричали, как вам не стыдно, но, естественно, вмешалась полиция и навела порядок. А как беспорядок? Ну, вот представьте, как бы, степень озверения этих людей. Они говорят, что они цивилизация. Когда детям от года до шести, от года до шести рассказывают об этих гадостях, вот это и есть педофилия. И когда, я вот помню, не раз я здесь люблю вспоминать, еще совсем не так давно, и когда, так сказать, немножко другие времена были, когда на эти темы мы начинали говорить, нам говорили, слушайте, ну не выдумывайте, это все вот ваши проблемы, это вы сами выдумываете, это у вас проблемы, а у них? У них это иногда, изредка, может быть, где-то, не по-настоящему, нифига себе. Те, кто это говорил, были или слепыми, или они сами такие же, да? И здесь тоже хотели, чтобы было точно так же. Они уже берутся за детей, так сказать, до годовалого возраста, и это становится системой, которая узаконена. И они говорят, вот так должны жить все люди в мире, да? Так кто кого трогает-то, да? Я говорю, как по мне бы, так сказать, я вообще бы их в жизни не видел и не слышал. Я не знаю, если бы они, так сказать, вот это все не распространяли по миру, я вообще, может быть, даже своей головой бы до этого не додумался никогда. Вот, собственно, и все. Как и огромное количество тоже нормальных людей. Они весь мир отравили этой гадостью, так сказать, да? И всем говорят еще, что это нормально, правильно. И, кстати говоря, вот еще раз вернусь к той мысли, о которой я периодически, так сказать, возвращаюсь. Россия должна стать лидером в борьбе за мир традиционных ценностей. Лидером. Потому что это гораздо более действенные, так сказать, идеи, чем любые идеи про социально-экономическое потребление. Когда говорят, вот, ну вот надо, как бы, да, на экономических факторах строить. Да нифига подобного. Экономические факторы – это все ерунда. Ерунда. Потому что они, как бы, всегда имеют разную трактовку. А вот эти вещи, они в самую, так сказать, душу залезают. Да, поэтому к людям, да, в мозги. Они детей отбирают у них. Вот об этом надо говорить. И это, независимо от политических или социально-экономических воззрений, зацепит каждого. И Россия должна стать здесь лидером. В Конгрессе сейчас идут слушания. Там выступают представители Минздрава по поводу посредника. Соединенные Штаты выступают посредником в многомиллиардном бизнесе. по контрабанде детей. Это заявил представитель Минздрава США. Вот, по словам этой сотрудницы, дети сейчас работают по ночам на скотобойнях, в заводах, в ресторанах, чтобы расплатиться с теми, кто их переправил в страну. Ну, вполне возможно, в том числе, то, что через Мексику этот поток идет. Вот. И сейчас, сказала сотрудница Минздрава, их, этих детей, будут продавать для секса. Вот ведущая спрашивает сенатора, который вышел в эфир телеканала «Американского». Сенатор, вы были на границе? Что там происходит? Сенатор говорит, да, действительно, все имеет место уже какое-то время, и я рад, что в палате представителей поднимут этот вопрос. Вот. Торговля детьми в Штатах процветает, но сейчас вот они рады, что этот вопрос поднят. Не, ну, вообще, да, было бы странно, если бы в обществе и государстве, в котором пропагандируются самые какие-то дикие извращения, да, и культ насилия, как в США является, не было бы подобных явлений. Вообще, Америка – это в значительной степени плод такого пиар-проекта. Потому что, на самом деле, всякой разной дикости там всегда было более чем достаточно. И тут вот всякие там эти, значит, BLM-щики там все возмущаются работорговлей в прошлом. А на самом деле, работорговля в Штатах, она и сейчас не кончается. Потому что вот то, что вы описали, это и есть работорговля. И это работорговля, да, когда бандиты и преступники, которых в том числе прикрывают коррумпированные чиновники, должностные лица, в том числе и на границе там, да, возможно, какие-нибудь там офицеры, пограничные, так сказать, стражи и так далее, охраны, вот, занимаются продажей людей. И, кстати говоря, вообще продажа, вот, торговля людьми, она является одной из мировых проблем. И об этом периодически говорит статистика Организации Объединенных Наций. Вот. Но одно дело, когда, например, там рассказывают про какую-нибудь работорговлю, там, условно говоря, в каких-нибудь очень отсталых странах, там, да, замученных, там, голодом, это разрухой, там, и войной. Другое дело, когда это происходит, процветает и дает огромные многомиллиардные прибыли, значит, в Соединенных Штатах Америки, которые себя позиционируют, как самая прекрасная, самая демократическая и самая развитая страна мира. А на самом деле там вот этот вот промысел на границе у них, да, наркотики, работорговля, торговля детьми, вот, он много-много лет процветает и дает огромные прибыли. Кстати, вот Трамп, когда против этого выступал, я не исключаю, что одна из причин, по которой там на Трампа спустили всех собак, именно вот это. Ведь он ведь пытался как-то ограничить эту ситуацию. Понятно, что полностью ее устранить крайне сложно, но он пытался хоть как-то ее ограничить. И поэтому, с одной стороны, как бы Трамп предъявляют какие-то, знаете, идеологические всякие такие обвинения, он то, он все. С другой стороны, я лично не исключаю, что на самом деле против него, в том числе, борется вот эта вот огромная мафия, которая прикрывает очень серьезный кусок американской элиты, которая с этого имеет деньги. Потому что нелегальная миграция, вот как и везде, да, как и в России, между прочим, в том числе, но просто там, в Штатах, в гораздо большей степени, нелегальная миграция, торговля наркотиками, там, да, контрабанда оружия и вот эта вот торговля людьми, она дает безумные деньги. И то, что эти деньги в Штатах крошуют, в том числе, какие-то государственные чиновники, там, служащие, всякие разные конгрессмены и сенаторы, это совершенно точно, абсолютно точно. И вот эта вот группа людей, теневая, она, конечно, будет против Трампа, естественно. И против его стремления, там, навести порядок, там, на границе с Мексикой. Да, вот, собственно, и все. Поэтому, кто бы нам тут рассказывал про средневековье, только не посол Соединенных Штатов Америки, страны трансгендера, да, в этой самой, в России. Потому что именно это в Америке и происходит. Культ насилия, каждую неделю у кого-то стреляют, просто так, да, детьми торгуют, как бы, да, людьми торгуют, наркотики распространяют, законов никаких не соблюдают, с другими странами обращаются, как с вассалами. И они нам будут еще рассказывать про то, как правильно или как цивилизованно, там, или как демократично вести внешнюю, там, или внутреннюю политику. Да, ну, кто еще ведет страну по этой внешней и внутренней политике, тоже все больше и больше вопросов. Тот Дональд Трамп собирал своих единомышленников в Нью-Гемшире, естественно, немного поиздевался над Байденом, показывал, как тот ходит, как тот, там, куда направление теряет и так далее. И сказал, что Джо Байден официально объявил, что будет добиваться для США еще четырех разрушительных лет. Ну, то есть, Трамп говорит, что я делал все правильно, ребята, зря вы меня скинули, зря вот этого престарелого человека назначили. Кстати, видеообращение Такера Карлсона, опубликованное после ухода с Fox News, набрало в соцсетях полтора раза больше просмотров, чем ролик вот этот трехминутный, который Байден опубликовал и в котором сказал, что он будет выдвигаться на второй срок. Хотя вот это видео Карлсона, оно было выложено позже. Вот эти все баталии, еще раз, да, возвращаясь к президентской гонке американской, хотя вы не любите про какие-то заграничные все вещи говорить, считаете, что надо про свое больше говорить, но так или иначе. Там будет ли какой-то поворот, оригинальный какой-то сюжет, который перевернет, ну, в том числе сознание многих американцев от того, что происходит сейчас в их стране? Ну, сознание многих американцев может перевернуть, например, скажем, какой-нибудь обмарок Байдена в прямом эфире. Или если он уже так окончательно упадет с какого-нибудь трапа, что его никто уже не соберет. Вот тогда, конечно, интрига компании может измениться. Пока, пока, вот если просто вот анализировать самые такие понятные, общеизвестные факты, мы видим очень простую вещь. Да, демократы концентрируются вокруг кандидатуры Байдена, вот, считают, что, и, видимо, это их стратегия, они считают, что распыляться не надо, вот, а Байден, видимо, устраивает действительно вот это самое глубинное государство как человек, который близок им и по взглядам, и как человек, который становится все менее самостоятельным и все более управляемым, да, по, это самое, по ходу действия. Причем, как бы, да, на самом деле, я так понимаю, что это устраивает и определенную часть республиканского тоже лобби, истеблишмента, потому что они видят, например, в политике Байдена, например, скажем, да, возможность получения огромных заказов для военно-промышленного комплекса. Это с одной, так сказать, стороны. С другой стороны, есть явное стремление раздробить максимально электората избирателей республиканской партии, да, предоставляя им, как бы, да, какие-то разные то ли реальные, то ли выдуманные проекты, вот, возможных будущих кандидатов. И стратегия очень простая. Каким бы ни был, так сказать, стариканом Байден, но если он будет один и за ним будет консолидированная такая объединенная поддержка, то, с другой стороны, может быть много очень харизматичных кандидатов, каждый из которых, конечно, гораздо интереснее и эффективнее Байдена, но их будет много, и поэтому весь этот самый, весь электорат антибайденовский будет разрознен, разбит и так далее. Есть еще, как я уже говорил, другие сюжеты, дискредитация этих самых республиканских кандидатов, этим они будут заниматься, в конце концов, вот, на самом деле, против Трампа-то ведь никто уголовные дела не закрыл там, да, они идут, да, его не арестовали, ему не надели наручники, но все эти дела, они продолжаются, и я думаю, что демократы там, да, и администрация Байдена, они постараются ближе к выборам, если Трамп действительно будет выдвигаться к кандидатам и, ну, реальным кандидатам Байдена, они постараются ближе к выборам выбрасывать какие-то там эти самые партии-компроматы или какие-нибудь подлянки устраивать этому Трампу, чтобы, может быть, попытаться его отстранить от активного участия в избирательной кампании, поэтому пока вот так вот это выглядит. Как оно там будет в реальности разворачиваться, есть ли шансы там у того же Трампа, есть, конечно, вот, но будет сделано все для того, чтобы пропихнуть Байдена. Пока это видится так, что там произойдет за полтора года, а пока это полтора года еще, да, до всех этих событий, ну, слушайте, произойти может все, что угодно. Кстати, какая-то, так сказать, интрига этих выборов, она, часть этой интриги, она будет зависеть от того, что будет происходить на Украинском театре военных действий, вне всякого сомнения. Тоже в зависимости от того, а как будут развиваться события на поле боя, а как будет развиваться экономическая, так сказать, да, ситуация, да, что будет с Россией, вот, потому что сможет ли Байден что-нибудь из этого всего представить как собственный успех, или произойдет что-то, что будет однозначно вменено Байдену как бы в вину, в неудачу. Здесь, кстати, тоже нам стоит над этим поработать, да, и подумать, а что же можно было бы сделать. Но еще один черный лебедь, который может с собой унести Джо Байден, это дефолт. Wall Street Journal прямо предупреждает, что президент США играет в очень опасные игры с неплатежеспособностью Соединенных Штатов, что республиканцы Нижняя Палата Парламента законопроекта о повышении потолка федерального долга одобрили то, что позволит отсурочить дефолт. Но Сенат, где большинство демократов, вот пока тянут, 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 тянут. Неизвестно, почему они это делают. Но так или иначе, если какие-то действительно серьезные проблемы, серьезные проблемы, да, не то, что вот там нам сейчас кажется, что в Штатах с финансами все плохо, все нормально у них пока. Печатный станок работает, бумага есть, краска есть, все хорошо. Но если будет действительно дефолт, когда США скажут, мы больше не будем платить долги, все, кому должны, прощаем, вот это действительно, ну, один из факторов, который может просто сместить Джо Байдена. Вот, вы приведете ситуацию Трампа, тоже большой вопрос.